Сегодня в программе. Национальное собрание обсудило национальной телевой программы развития культуры. Согласно комитету Ханоя, все секторы экономики развивались позитивно. Гордость солдат Чонгша в защите отчетивства и морской акватории страны. Новости на русском языке международного телеканала ВТВ-4. Вас приветствую я, Хэнг Тхи. Сегодня на пленарном заседании депутаты Национального собрания обсуждали национальной телевой программы развития культуры на период 2025-2035 годов. Все депутаты сошлись в необходимости национальной телевой программы развития культуры и внесли в ряд предложений по ее доработке. Необходимо определить ключевые ценности национальной культуры для повышения реализуемости и эффективности программы. Генеральный секретарь Ньюин Фу Чонг сказал, что мы строим передовую культуру, полную самобытности на основе таких ценностей, как национальная независимость, социализм, марксинзм, ленинизм и идеология Хо Шимина, которые играют ведущую роль в жизни общества. Сегодня мы обсуждаем национальную целевую программу, а не общую культурную программу. Поэтому она должна точно соответствовать нормам закона о государственных инвестициях и иметь все признаки национальной целевой программы. В этом духе я предлагаю пересмотреть некоторые показатели, основа для которых недостаточная сна. По плану, общий объем средств, которые будут привлечены для реализации программы в период 2025-2030 годов, составляет 5 миллиардов долларов США, в основном из государственного и местных бюджетов. Предлагаю перепроверить на предмет соответствия общий объема инвестиций с цельем, задачам и приоритетам реализации, чтобы избежать завышения сметы. Ряд депутатов высказались против установления конкретных целей по инвестированию в культурные центры за рубежом в виду ограниченности ресурсов. Они предложили обсуждать программу в течение двух сессий национального собрания для обеспечения ее качества и осуществленности. Сегодня во второй половине дня депутаты национального собрания обсуждали в группах законопроект о борьбе с пожарами и спасательной работе. Многие депутаты согласились с результатом экспертизы законопроекта о борьбе с пожарами и спасательной работе. В качестве примера они привели недавние пожары, нанесшие большой ущерб людям и имуществу. Ряд депутатов предложили внести в законопроект положение у мерок предупреждения пожаров в небольших многоквартирных домах, где люди живут рядом с магазинами и производствами. Многие депутаты предложили внести положение, касающееся управления и проверки качества аккумуляторов для электротранспорта. Также следует добавить положение об ответственности органов надзора и контроля за борьбу с пожарами. Отношения между Вьетнамом и Российской Федерацией имеют богатую историю, бережно хранимую многими поколениями лидеров и народов двух стран, став бесценным достоянием двух народов. Регулярные встречи высших руководителей двух стран являются мощным символом, подвигающим Вьетнам и Россию на большие шаги на пути сотрудничества. Сочи. Российский город на берегу Черного моря. Это место, где президент России принимает лидеров крупных стран и важных партнеров, лидеров близких к России. В 2014 и 2018 годах здесь состоялись дружеские встречи генерального секретаря ЦК КПВ Ньюнфучонга и президента Владимира Путина. Именно здесь, наряду с их совместным заявлением, был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве, которые стали новым импульсом для традиционных дружеских отношений и всеобъемящего стратегического партнерства. Введение отношений между стран, в первую очередь, это доверительные отношения. Я еще не говорю и об истории, которая тоже является очень важным фундаментом наших отношений. Это, так сказать, исторический фундамент, а главное, то, что он упирается еще на мощную такую основу, базу человеческих отношений, поскольку все-таки мы знаем, что в России и в Советском Союзе обучались тысячи, десятки тысяч, по сути, и работали еще больше. Такая близость наших культур, близость менталитетов, каких-то даже вкусов. Очень правильно говорить, что наши страны географически далеки, но очень близки наши сердца. Это такое еще советское выражение, но оно и сегодня актуально. В июне 2023 года, по случаю столетия со дня первого приезда Хо Ши Мина в Советскую Россию, в Санкт-Петербурге был открыт памятник президенту Хо Ши Мину. Еще один историко-культурный объект, знаменующий собой дружбу между Вьетнамом и Россией. Сегодня следы Хо Ши Мина, следы Вьетнама можно увидеть везде, от северной столицы до Дальнего Востока. Благодаря этому наследию вьетнамцы, передалевая зимние холода, успешно работают на нефтяных месторождениях в Арктике. Вьетнам всегда занимает особое место в сердцах многих россиян. Узнал страну в нелегкие для Вьетнама времена, когда еще не вступила в строй Гэсхуа Бинь. Естественно, у меня сохранились в памяти и прежние времена, и времена новые, когда вступил в Вьетнам в период обновления. Вьетнам, он присутствует в моей жизни, продолжает присутствовать почти, ну, может быть, не каждый день, но где-то вот в каких-то моментах я его улавливаю. Видимо, настолько я прониклась этой вьетнамской культурой, вьетнамским образом. Вопреки взлетам и падениям, дружба, не знающая границ пространства и времени, стала бесценным достоянием народов Вьетнама и России. Ровно 30 лет назад две страны подписали договор об основах дружеских отношений, сложив фундамент для сегодняшнего всебривающего стратегического партнерства. Многие поколения россиян и вьетнамцев продолжают бережно сохранять и развивать эту особую дружбу. В первом полугодии сего года воловой региональный продукт Ханноя по оценкам вырос на 6%. Это немного больше, чем год назад. В Народном комитете Ханноя сообщили, что все секторы экономики развивались позитивно. За исключением серых услуг все остальные секторы показали более высокие темпы роста. Многие отрасли демонстрируют положительные тенденции. Например, промышленность и строительство выросли более чем на 5%. Сельское, лесное и рыбное хозяйство возросли почти на 3%. Сбалансированность бюджета была обеспечена. Экспорт и импорт восстановились и значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и с планом. По оценкам в первом полугодии экспорт Ханноя превысит 8,6 миллионов долларов США, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Власти Хошимина требуют от ведомственных органов сократить на 30% сроки оформления документов для госинвестиционных проектов. Также будут ужесточены меры и наказания за задержки по субъективным причинам. Председатель Народного комитета Хошимина поручил всем учреждениям в городе к 20 июня окончательно решить все проблемы в прохождении процедур инвестиционных проектов. Для переходных проектов руководство города требует обеспечить уровень их кассового исполнения не менее 70% в третьем квартале. По поводу проектов, для которых невозможно получить инвестиционные средства в этом году, будет проведена оценка с целью определения уровня ответственности по закону. Таких проектов в настоящее время в Хошимине есть довольно много. Тхайнгуэн издавна известен как колыбель в металлургической промышленности Вьетнама. И сейчас в связи с приходом во Вьетнам крупных электронных компаний, провинция Тхайнгуэн уделяет больше внимания развитию инфраструктуры промзон и кластеров, содействуя инвестициям на месте, административной реформе. Благодаря этому по объему привлеченных иностранных инвестиций в начале этого года Тхайнгуэн входил в тройку лидеров, а по итогам пять месяцев этого года занял девятое место в стране. Было привлечено 478,7 миллионов долларов США. Совсем неплохо для этой провинции. В этой компании специализированы на сборке модулей камер для смартфонов. Тхайнгуэн считает Тхайнгуэн подходящим местом для инвестиций, поскольку именно здесь присутствуют многие крупные клиенты и партнёры. Преимущество Тхайнгуэна в том, что он находится недалеко от морских портов, аэропортов и пограничных пунктов, а также недалеко от политического центра Вьетнама – Хануэ. Во-вторых, автомагистрали в Тхайнгуэне относительно развиты. В-третьих, здесь многие владеют китайским языком. Что касается этой компании в области механики, термообработки, не считая некоторые проблемы с инфраструктурой, индустриального парка, местные власти очень помогают компании конкретными решениями. Управление настоятельно призвало нас инвестировать в Тхайнгуэн. И с момента получения лицензии до начала работы мы получили большую конкретную помощь. Есть только проблемы с электричеством, которую, на мой взгляд, необходимо улучшить. Сейчас у нас сроки принятия решения о выдаче инвестиционной лицензии сокращены до 8 дней, то есть на целые 7 дней. Мы поддерживаем постоянные связи с компаниями, чтобы оперативно помочь им устранить проблемы в ходе работы. Мы также работаем с учебными заведениями в регионе для улучшения качества подготовки работников. В свое время Тхайнгуэн не отличался качеством инвестиционной среды в регионе. Но в последние два года провинция активно проводила за рубежом масштабные мероприятия для поиска инвесторов, отвечающих своим требованиям. Мы активно направляли свои рабочие делегации в США, Японию и Австралию, а также в некоторые страны Европы и Америки. При этом мы уделяем особое внимание областям, таким как электроника, высокие технологии и полупроводниковая промышленность. В генеральном плане провинции Тхайнгуэн четко указано, к 2025 году провинция станет одним из современных и умных индустриально-экономических центров Северного Вьетнама и региона Ханое. Тхайнгуэн заверил, что бизнес всегда будет получать поддержку от властей в виде преференции и льгот, а также оперативную помощь в преодолении возникающих трудностей и проблем. 18 июня из города Канхэ в Австралию и США самолетом отправилась партия слонового манго с зеленой кожурой общим весом более двух тонн. Стремясь к укреплению позиций на рынке манго, корпоратив Локхэн реализует комплексную стратегию, включающую создание собственного бренда, получение кода выращивания, внедрения технологий после уборочной и предварительной отработки. Австралия и США предъявляют очень жесткие требования к качеству возимых продуктов. Чтобы соответствовать таким требованиям, требуется комплексный подход, который охватывает выбор семян, методы ухода, сбора, после уборочную обработку, транспортировку и безопасность пешевых продуктов. Далее в программе Повышение осведомленности населения о предотвращении пожаров Гордость солдат Чонг-ша в защите отечества и морской акватории страны Действующему закону о пожарной безопасности во Вьетнаме уже более 10 лет и он нуждается в доработке и дополнении, чтобы соответствовать новым реалиям. Это особенно касается привлечения общественности к борьбе с пожарами. В последние несколько лет проверка наличия пожарного оборудования пожарной безопасности проводится с участием общественности, но жизнь ставит много проблем. Чтобы получить сертификат соответствия, огнетушитель должен быть отправлен в лабораторию для проверки физико-химических свойств огнетушащего вещества. Один этот этап может занять от двух до семи дней. Каждый огнетушитель также должен быть спроверен на соответствие фактических противопожарных функций данным, предоставленным производителем. Все наши инженеры должны иметь знания в области физики, химии, механики, а также пройти курсы пожарной безопасности и получить соответствующие сертификаты, дающие право проводить проверки пожарной безопасности. Привлечение негосударственных организаций к экспертизе пожарного оборудования осуществляется всего около четыре лет. Во всей стране можно по полцам пересчитать организации, отвечающие требованиям для проведения этой работы. По мнению Ассоциации пожарной безопасности, есть проблема из-за отсутствия правовой базы для наказания за недобросоветное выполнение этой работы. Ее необходимо срочно устранить. Оборудование и средства пожарной безопасности, которые не могут потушить огонь при его возникновении, представляют огромную опасность для общества. Поэтому мы будем строго контролировать организации, осуществляющие функции проверки оборудования и средств пожарной безопасности перед выпуском их на рынок. Если в будущем будет допущено больше организаций в экспертизе и проверки пожарного оборудования, это возлагает на компетентные органы еще большую ответственность по контролю органов, которые имеют право выдавать сертификаты. Это позволит избежать случаев, когда огнетушители не могут тушить пожар. Для вьетнамского туризма гости страны Европы в целом и Бельгия в частности считаются перспективными поставщиками туристов. Эти гости часто останавливаются на длительный срок и много расходуют. Стоит отметить, что европейские гости предпочитают тур-продукты, связанные с природным и приключенческим туризмом. Это полностью соответствует тенденции развития зеленого туризма во Вьетнаме и способствует развитию сотрудничества между турагентствами Вьетнама и Бельгии. Бельгия стала второй остановкой для делегации провинции Куангбин по продвижению туризма и инвестиций в турнире по Европу. Местным инвесторам были представлены многие направления сотрудничества, но бельгийцы больше всего заинтересованы в туристической отрасли. Из года в год у нас в провинции появляются все новые туристические продукты, и мы должны представить их туристам в Европе. Мы ожидаем дальнейший рост потока туристов из Европы в Куангбинь. Продвижение Вьетнамом экологического туризма, по моему мнению, привлекает бельгийских туристов. Куангбинь является новым направлением в Центральном Вьетнаме. Устойчивый и экологический туризм привлекает внимание членов организаций африканских, карибских и техокеанских государств. Я уверен в том, что мы сможем вместе решить проблему изменения климата, вырубки лесов и других проблем, влияющих на окружающую среду. Мы будем работать с бельгийскими компаниями, чтобы соединить их с партнерами в Куангбинь и привлечь туристов из Европы в провинцию. Участникам первых туров мы предоставим уникальные продукты и идеальные пакеты устук со скидкой. Позже эти туристы обязательно станут для нас послами туризма. Они будут помогать нам в развитии продуктов зелёного и устойчивого туризма в Куангбинь. Инициатива и активность местных властей, таких как в провинции Куангбинь, помогли компаниям Бельгии, в частности, и Европы в целом, подробнее знать о деловых возможностях во Вьетнаме, особенно в сфере туризма. Как один из ведущих туристических центров Центрального Вьетнама, Данан ставит перед собой цель полностью восстановить туристическую отрасль в этом году. Помимо прочего, этот морской город-курорт предлагает всё новые тур-продукты, проводит на всём протяжении трёхлетних месяцев различные международные фестивали и культурные мероприятия, чтобы обогатить впечатления туристов как днём, так и ночью, помимо пляжных развлечений и эко-доотдыха. Второе соревнование в рамках международного фестиваля фейерверков в Дананге, прошедшее под темой «Шедевры природы». стало настоящим пиршеством для глаз. Команда «Дебутан» из США и соперники двукратные чемпионы из Италии подарили зрителям незабываемое шоу над рекой Хан. Фестиваль, который завершится в начале июля с участием многих стран, обещает ещё много приятных сюрпризов. Мы с женой в полном восторге. Особенно нас впечатлила команда Италии. Впервые на курорте Бана зрители имели возможность насладиться искусством артистового цирка с мировым именем, а также удивительным шоу от Crystal Ladies, близнящих, засветившихся в своё время на Эллен-шоу. Это шоу мы ждали с нетерпением. Это настоящее представление, прославляющее красоту и искусство. Артисты выложились на полную, чтобы подарить зрителям незабываемое впечатление. Вершина горы дарит своим гостям ещё одно незабываемое впечатление. Грандиозное шоу с участием более 200 талантливых музыкантов, танцоров и цирковых артистов. В разное время дня проходят и другие интереснейшие представления. Меня завраживает свет, звуки и мелодии. В этих элементах я нахожу особую красоту и привлекательность. Парк в центре города стал изюминкой с программой пробуждения реки, сочетающей искусство и экстремальный спорт. Также работает ночной рынок, кукольные театры. В конце июня состоится вечер симфонии реки и шоу фейерверков. Мы высоко оценим усилия компании, которые за свои деньги очень активно работали над программами событий и шоу. Особую роль в создании привлекательных шоу играет компания «Сан Волт». В этом году Данан планирует привлечь более 8 миллионов туристов с ночевкой, что на 6% больше, чем в прошлом году, и полностью восстановить показатели до пандемии 2019 года. Специалисты уверены, что благодаря своему комплексному подходу город вполне может перевыполнить поставленную цель. Этим летом жители и гости Ханоя имеют возможность попробовать новый аттракцион – полеты на воздушном шаре, на который власти города недавно выдали разрешение. Пассажиры могут подняться на сотни метров над землей и насладиться панорамным видом вьетнамской столицы. Это отличный способ продемонстрировать свой туристический потенциал и привлечь гостей, особенно в пятилетнего сезона. Этот воздушный шар может подниматься на высоту до 300 метров и совершать полёты в радиусе 5 километров. В поле зрения туристов попадает старая крепость Шонтэй, древняя деревня Данглам, национальный парк Бави. Красота, превосходящая все ожидания. Когда я увидела его панорамный вид, была просто поражена. Имея высоту 27 метров, каждый воздушный шар вмещает до 12 человек. Полёты на этих шарах во многом зависят от погоды и профессионализма пилотов и технического персонала. Прежде чем совершать самостоятельные полёты, будущие пилоты проходят десятки учебных полётов. Самое главное – это поймать погодные условия. Нужно точно знать направление и скорость ветра, а также количество осадков, чтобы полёт был максимально безопасным. В последние 10 лет воздушные шары стали популярным аттракционом на фестивалях и праздниках. Теперь, благодаря разрешению властей Ханойя, полёты на воздушных шарах стали доступны туристам на регулярной основе. Мы тесно работаем с Департаментом туризма и профильными учреждениями, чтобы гарантировать безопасность и высокое качество предоставляемых услуг. Мы также активно пропагандируем этот вид отдыха в СМИ и соцсетях. В ближайшее время в сотрудничестве с компаниями из развитых стран мы будем развивать воздухоплавание во Вьетнаме, а также проводить фестивали и праздники, чтобы популяризировать воздухоплавание как вид туризма. Управляющая компания сообщает о расширении программ полётов на воздушных шарах. Этим летом этот вид воздушного отдыха станет доступным для жителей и гостей 55 провинций и городов Вьетнама. На архипелаге Чунг-Ша молодые солдаты день и ночь тренируются в дождь и в солнце, завершенствуя навыки владения оружием. При любых обстоятельствах они не теряют качество солдата. Верность, стойкость и особенно гордость быть солдатами Чунг-Ша. Старший лейтенант Гуэн Ху-Хан ещё в детстве видел себя солдатом. Это его первый срок службы на Чунг-Ша. Испытания и трудностей много, но вместе с ними приходит и честь. Я горжусь, что несу службу на Чунг-Ша. Хотя здесь много чего не хватает, и я далеко от дома, но я стараюсь с честью выполнить свой долг по защите священных островов и суверенитета Отечества. Почти пяти лет службы на Чунг-Ша – это особый этап в жизни подполковника Лен-Гок-Нама. Он много времени посвящает обучению солдат, особенно новобранцев, правильным движениям, стойке, выражению лица во время нанесения караула, значению пограничных столбов, традициям войск. Служить на архипелаге – это большая честь для меня. Я горжусь этим и осознаю большую ответственность за дело защиты Родины на этих далёких островах. Пока есть люди, есть острова, мы всегда готовы и не боимся жертвовать собой. Солдаты воспитываются в духе патриотизма и гордости. У тех, кто уезжает на Чунг-Ша, есть только одна задача – защищать суверенитет над морем и островами. Любой ценой надежно защитить Отечество, защитить Чунг-Ша, часть свечённой территории и морской акватории страны. Это железная клятва, долг и гордость солдат Чунг-Ша. А сейчас прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Это все новости, с которыми мы успели вас познакомить. Пересмотреть все наши выпуски вы можете на сайте ВТВК, который вы видите на экране. Кроме того, вы можете скачать наши мобильные приложения ВТВК в App Store и Google Play. Благодарим за внимание, всего доброго и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!